Добрый день, как всегда, по будням в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире с первой студии пятого канала. Вы знаете, я думаю, подозреваете, наверное, о том, что в нашей большой России есть, на самом деле, две России, которые никак не могут договориться между собой. И, честно говоря, друг друга очень не любят. Это Москва, центр, и остальная, большая Россия, которая имеет немало упреков к центру. Давайте мы сегодня поговорим о том, почему друг друга не очень любим. Ну, почему мы, я говорю, потому что так показывают соцопросы, это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что когда Киплинг писал о том, что «Восток не может договориться с Западом», он не подозревал, какие проблемы есть в нашей стране. Но сначала все подробности нашему корреспонденту передаю слово для подробностей Ане Гондареву. Пожалуйста. По большому счету, уровень бреда уже превысил уровень жизни в России. Нет, это не юморист и не философ. Это уральский фермер Василий Мельниченко. Так образно, с трибуны Московского экономического форума он рассказывал большим начальникам совсем не о московских проблемах, низком уровне жизни и низких зарплатах. А вы сами-то подумайте, как мне жить там в деревне при зарплатах людей 3-5-7 тысяч рублей. Правда, у нас депутаты уже действительно часто возмущают 160 тысяч рублей маленькая зарплата. Я неправильно говорю, а мы тоже хотели чуть-чуть больше зарплата. Вы купили, если пошли в магазин, вот тут, в приват, а не в это жмут. Вам какое дело до того, что мир широк? Село Галкинское, из которого он приехал, в регионе считается одним из самых процветающих. Как тогда живут остальные, страшно представить. Вместо домов покосившиеся хибары, вместо благ цивилизации приметы каменного века. Ты что, всем наплевать на вас? Ну, конечно, уже давно всем наплевать. Если перебраться в город, можно получать 26 тысяч рублей в месяц. Это средняя зарплата по региону. Сильно не разгуляешься. Примерно на такие же деньги живет и вся страна. Точнее, почти вся. Самые большие инвестиции, самый большой бюджет, самые большие зарплаты. Почти нет безработицы. Это другая жизнь. Большинство россиян с презрением называют ее московской. По данным ВЦИОМ, 82% граждан большой страны уверены, столица жирует за счет провинции. Посадить бы их на нашу зарплату. И не дать им зарплату. И посмотреть, что они будут делать. Того же желают москвичам 70% россиян. Социологи, корректно отмечают, относятся с неприязнью. Расхожее мнение. Пока в регионах не хватает денег на ремонт больницы, здесь возводят очередной бессмысленный невоскреб. При этом стать столичным жителем мечтают немногие провинциалы. В ЦИОМ подсчитал только 15 человек из 100. Для остальных это не город мечты, а одна из причин, почему в других живется хуже. Ну что ж, давайте начнем этот разговор. Как всегда, я хочу представить вам наших основных собеседников, которых мы пригласили к этой дискуссии. И, как всегда, хочу сначала представить нашего собеседника в открытой студии в Москве. Рада приветствовать сегодня в нашем разговоре. Я здесь на предпринимателя, менеджера одного из первых мультимиллионеров России, Герман Львович из Терлига. Здравствуйте, Герман Львович. Спасибо, что приняли наше приглашение. Я хочу напомнить вам, что у вас всегда микрофон включен, потому что здесь много собеседников. Пожалуйста, вступайте в разговор тогда, когда вам это захочется. Я представлю их и вам, и нашим зрителям. Ну, я здесь представлю мужскую трибуну. И так представляю социолога Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилла Титаева. Кирилл, добрый день. Руководитель Института общественных и гуманитарных инициатив Глеба Тюрина. Приветствую. Ча Российской коммунистической рабочей партии Геннадия Турецкого. Геннадий Иванович, добрый день. И главу крестьянского фермерского хозяйства, член Совета Союза фермеров Ленинградской области и Петербурга Анатолий Иванович Сорокин. Анатолий Иванович, добрый день. Представлю вам еще одну даму на женской трибуне. Это депутат законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко. Валерия, добрый день. И по сути, мужчин много, поэтому я всегда рядом с вами. И хочу напомнить, что, конечно, как всегда, у нас работает открытая студия на итальянской, предусловно ее ведущему Роману Герасимову. Пожалуйста, Рома. Добрый день, Ника. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Говоря о сегодняшней теме, вот, может быть, как никогда актуален форум и те реплики, которые приходят из регионов, они очень горько описывают ситуацию. Сейчас я к ним перейду. Хотя, если посмотреть на цифры, то тысяча населенных пунктов каждый год, это официальная статистика, исчезает с карты России. Вот так исчезает в нашей деревне. Там просто не остается людей. Тысяча в год. И еще, может быть, очень любопытно. Я пытался найти цифры по населению Москвы. Мы все говорим, гигантский город. И вот парадокс. Официальная цифра, перепись десятого года, один с половиной миллионов. Но эксперты в один голос не верят этой цифре и говорят, что реально Москва сейчас вмещает до двадцати миллионов по разным оценкам. В связи с чем, как говорится, появился и такой анекдот. Испания официально уведомила Россию, что серьезно обеспокоена планами расширения Москвы на запад. Что же нам пишут? Пишут нам следующие вещи. В прошлом году, в 2012-м, довелось мне автобусом из Москвы ехать в Пятигорск. Что характерно, от самой Москвы до Краснодарского края поля стоят, заросшие бурьяном. Редко где увидишь одиноко ездивший трактор по полю. Въезжаем в Краснодарский край и вижу, что попал в СССР. Все поля колосятся обилием пшеницы и так далее. И когда наш телезритель спрашивает местных жителей, в чем секрет, как так получилось, ему ответили, мы не пускаем сюда москвичей. Если пустим, то и здесь будет так же, как и там, дырка от бублика. Ну и хватает у нас, честно говоря, прекрасных эпитетов для Москвы. Пишут нам, Москва это раковая опухоль на лице общества. Другое сообщение. Москва это город-вампир. Ну и так далее, и так далее. Давайте к цифрам. Значит, мы задали простой вопрос сегодня. Для вас, Москва, как вы ее воспринимаете? 7% нашей аудитории назвали Москву родным городом. 10% согласились с тем, что это столица и финансовый деловой центр. Ну, друзья мои, а 83% дружно ответили, что это государство в государстве. Надо признать, что это мягкая формулировка. Наверное, это те люди, которые видят большую несправедливость в современной российской столице, в том, как она живет и какая пропасть между ними и другой страной. Ника. Я благодарю вас. Чувствую, москвичи напряглись. Мы начали поджигать какую-то ненависть. Москвичи, если что, я на всякий случай иногда бываю тоже вместе с вами. Поэтому имейте это в виду. Но давайте поступим так. Я хочу попросить вас проголосовать. Те, кто в первой студии находится, возьмите, пожалуйста, в руки пульты. Вот, пульты. У вас есть два варианта ответа, только да или нет. А в ответ, ответ на вопрос простой. Единственное, что я хочу попросить вас, когда вы будете голосовать, вы представьте себе не конкретно вот такую злобную или замечательную притягательную страну, а представить вообще вот некий центр, где бурная жизнь, где много работы, где есть свои вероятные плюсы и свои сумасшедшие минусы. То есть 200 плюсов и минусы. Вопрос звучит так. Вы хотели бы жить в Москве? Вы хотели бы жить в Москве? Пока голосует первая студия, если позволите мне, это первый вопрос. Герман Ивович, вы пожили, вам не понравилось или любовь осталась к столице? Ну, Москва была когда-то давно хорошим нормальным городом. А сейчас превратился в проклятый, мерзкий Вавилон, сосредоточение всего зла, уничтожение реально всей страны, всей экологии, всех человеческих взаимоотношений. Здесь сосредоточена вся педерастия, все колдовство научное, вся та мерзость, которая не дает людям жить. Москва – это страшный город. А вы москвич? Он, безусловно, подлежит, если не уничтожению, то хотя бы расселению. Вот так вот. Да, я с раннего детства живу в Москве, вообще я из Сергия Упасада родом, но отца перевели сюда в Москву, и я с 7 лет живу в Москве. И, конечно, тогда-то был не сахар как бы, но сейчас это просто не город, это мерзкий гадюшник, который, конечно, нужно как можно быстрее расселять хотя бы частично. Причем это будет очень сложно, учитывая, сколько миллионов сюда понаехало всяких азиатов и кавказцев. То есть это трудно уже очень сделать мирным путем, но надо делать, чем дальше, тем будет хуже. Так, ну, как-то вопрос расселения Москвы, я пока, насколько знаю, не стоит, но просто подождите. Нет, он стоит, он стоит, вы отстаёте от жизни немножко. Сейчас уже и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев использовали это словосочетание – расселение мегаполисов. Прежде всего это, конечно, имеет отношение к Москве. Она настолько переполнена Москва, я уж не говорю о пробках, кончая давками, там, всеми возможными эпидемиями и преступностью, что, безусловно, подлежит частичному хотя бы расселению. То есть тем людям, которые хотят выехать и создать свои крестьянские хозяйства, государство просто обязано предоставить эту возможность бесплатной землёй, отменой оформления этой земли, строительными материалами за счёт бюджета Москвы. Потому что каждый выехавший из Москвы – это огромный доход для Москвы. Не надо строить для него дороги, квартиры, ЖКХ, поддерживать и так далее. Выезд из Москвы людей прежде всего выгоден тем, кто в Москве останется. Это взаимовыгодная процедура в населении Москвы. А, другой вопрос, как вы хотите посчитаться на первый, второй? То давайте мы, я, вы, чтобы выяснили, сейчас мы посмотрим голосование, просто проблема заключается в том, этих людей не в наручниках туда привезли. Они же там чего-то ищут, чего не могут найти в большой стране. Но давайте посмотрим, голосование, если у нас готово, сейчас дам вам слово, давайте посмотрим. Ну только 25% собравшихся в студии, я прекрасно понимаю, что вы живёте в Петербурге, поэтому, может быть, поэтому такое голосование. Хотели бы жить в Москве, 75% сказали. Нет. Как проголосовали женщины? Женщины не хотят ехать в столицу. 21% проголосовало только за эту идею. А мужчины? Мужчины как-то хотят, чтобы что-то найти. Ну, пожалуйста, возьмите микрофон. Геннадий Иванович, вы согласны с Германом Виловичем? Вы знаете, мне очень тяжело слушать вообще вот эту полемику, потому что я, конечно, не москвич и, скажем так, очень сдержанно к ней отношусь, но Москва – это Москва. И Москва 41-го года, 45-го года, и прочая другая Москва, и нынешняя – это две разные… Но Геннадий Иванович это и сказал. Он сказал, что это разный город в его детстве сегодняшний. Он там и капканцев приплёл, и бог его знает, кого ещё приплёл. Поэтому моя нелюбовь к Москве выражается, допустим, к болению за «Спартак», «Сыскав». Вчера я за «Трактор» болел против московского «Динамо» хоккея. И когда я посмотрел заработную плату депутатов Госдумы, всяких Виксельбергов, Фридманов, Авенов, Путиных, Медведевых, конечно, симпатия у меня к ним – это не важно. Вы уверены, что это москвичи. Подождите, а обычные москвичи чуть-чуть… Это не важно. Они там, они там. Давайте поступим чуть-чуть так. Мы сейчас сделаем очень короткую паузу. Я понимаю, что я вас на полусловие поймала. Через несколько минут вернёмся, не переключайтесь. Так, возвращаемся в эфир. Я должна сказать приятную подробность, что пока шла реклама, я поговорила со зрителями в студии, а у нас очень много студентов. И выяснилось, что у нас огромная вообще здесь география, разброс географический представлен, поэтому я надеюсь, что будут активными участниками и наши зрители в студии. Так, вы что хотите сказать? Ну, я бы хотел прокомментировать слова господина Стерлигова о том, что Москва очень сильно отличается. На самом деле, если мы посмотрим на основные показатели, кроме доходов, то мы увидим, что Москва – это самая типичная Россия. Что такое типичная Россия? Подождите, расскажите нам про типичную Россию. Это кто? На что смотрят социологи? Например, на долю работников с высшим образованием. Так. Вполне себе в середине. Например, на продвинутость в плане интернет-пользователей. Москва не лидер, Питер не лидер. А кто у нас лидер? Новосибирск у нас лидер, Свердловск у нас обгоняет Москву и Петербург. Неужели, да? В Екатеринбург, то бишь. Да, Новосибирск обгоняет некоторые поволжские города. Но это большие города, вы все равно называете города, миллионники, понимаете? Когда у нас впереди будут маленькие города? Сравнивать деревню и город по проникновению интернета – это странно. Если мы посмотрим на основные показатели, там, долю пенсионеров, на эффективность социального обеспечения, на преступность… То есть если мы весь этот гламур вот так вот уберем, то выяснится… Абсолютно правильно. И самый яркий показатель у социологов считается очень важным оценивать долю консервативного голосования, голосования за правящую партию. Вот. Кто голосовал наименее консервативно? Москва? Нет, Москва в середине. Не консервативно голосуют вообще другие регионы. Москва – самая типичная Россия во всем, что не касается распределения бюджетных и налоговых денег. Тогда объясните мне, Кирилл, почему 82% жителей типичной России не любят вообще москвичей? Потому что ровно в одном Москва вырывается, выделяется из России в целом. И это система распределения бюджетных, в первую очередь, средств. Ага. Так, понятно. Я даю слово дальше, Нигель Милович. Если вы захотите вступать, я вам напоминаю вступать. Да, слушаю вас. Да, я уже хочу, но не буду перебивать господина Тюрина, да. Да? Нет, ну давайте вы сейчас вступите, потому что у меня следующий собеседник просит слово. Вы не согласны с ним, социологам? Нет, я хотел поддержать вот предыдущего товарища, который говорил, что Москва не сильно отличается от других мегаполисов. Конечно, сам мегаполис – это и есть искалеченный образ жизни миллионов людей. А Москва отличается от других мегаполисов в России только тем, что именно здесь сосредоточены банки. То есть все деньги практически. И именно отсюда деньги делятся. Делится бабло. И, конечно, оно делится между теми, кто рядом с банками, то есть в Москве. Остальным достается мало, поэтому люди недовольны. Но есть значительно более, так сказать, опасная тенденция. Это именно из Москвы происходит экологическая опасность для территории Российской Федерации. А также из крупнейших мегаполисов мира. Как вот вам не покажется странно, вы знаете, что система отопления Нью-Йорка в целом влияет на температуру в Западной и Восточной Сибири. Сейчас земной шарик стал таким маленьким из-за деятельности проклятых колдунов-ученых, Что у нас вот разделилось уже сами понятия далеко и близко. Да, но мы хотим... Понимаете, мегаполисы это сама по себе опасность. Надо уходить от мегаполиса как в режиме частной семьи, так и в режиме государственного устройства. Именно мегаполисы требуют все новое и новое производство электроэнергии, все новое уничтожение экологии, рек, озер, морей и океанов. Именно мегаполисы заказчики всего уничтожения нашей жизни. Но если вам хотел бы поговорить... Чем больше миллионов крестьянских хозяйств, чем меньше людей живет в мегаполисах, тем дольше проживут наши дети и будут пить чистую воду. Ну так вы объясните вот это тем людям, которые вот в данном случае приехали в Петербург, да, учиться. Почему они побросали свои места и поехали? Почему такое огромное число людей ищет есть больше градусов? Потому что они насмотрели с телевизора. У всех ребят, которые сидят в студии, бестолковые их родители поставили с детства перед ними телевизор. И они с детства смотрели на эту красивую жизнь, которая не существует на самом деле. И обманутые дети приехали в Санкт-Петербург и в Москву. Я вот когда был в Санкт-Петербурге на пасхальной седмице неделю назад, на прошлой неделе, я разговаривал с ректором Ефимовым Аграрного университета вашего. Это же дремучая необразованность вообще человека, который руководит тысячами студентов. То есть человек даже не знает, что Иисус Христос Господь и Бог. То есть он вообще ничего не знает. Это абсолютно пупые люди, которые руководят несчастным студенчеством. Понимаете? Так, Глеб, вступайте в разговор, а я пойду на женскую трибуну, потому что там люди недовольны. Я думаю, что надо говорить о том, что Москва, конечно, нетипичный российский город. И вообще, это совершенно точно не Россия. Это отдельная страна. И мы сегодня сталкиваемся с какой-то чудовищной катастрофой, когда России вообще жить невозможно. Россия вообще, похоже, кончается. Россия — это гигантская территория, которая сливается. И основной процесс, который происходит в России, — это уход народа со своей территории. Почему? И происходит следующее. Мы здесь видели цифры... Почему люди уходят со своей территории? Мы видели цифры о том, что 70% людей, которые проголосовали в студии, не хотели бы жить в Москве. Но надо говорить, наверное, не о Москве, надо говорить о мегаполисах, а о территории, где на сегодняшний день есть экономическая жизнь, которая превращается в продажу, массовую продажу чужого товара. Потому что это очень удобно. Крупной партией товара привезти китайское или еще какое-то красивое, упакованное, и продавать это в больших супермаркетах. И будут большие толпы людей, которые будут ходить и покупать. Я не согласен с вами, зритель. Да, коротко, что вы хотели сказать? Потому что народ подчиняется фальшивому государственному закону. Наш родной закон природный, а не государственный, не коммунистический, не капиталитический, не хран. Мы этот закон не выбирали. Это за нас выбрали. Мы имеем право даже печатать деньги. А по государственному закону это запрещено. Так, я вас поняла, что вы скажете? А я вот вам хочу сказать, что закон у нас не природный, главное. Извините. У нас закон, главное, не природный. Главный закон для нормальной человеческой счастливой жизни – это закон Божий. Именно Бог создал природу, и поэтому природного закона быть не может. Может быть только Божий закон. И нам нужны человеческие законы, которые придумывают депутаты в разных думах, менять на закон Божий. То есть только те законы, которые соответствуют закону Божьему, имели право на жизнь. А те, которые противоречат закону Божьему, те были вне закона закона. И тогда у нас будет нормальное законодательство. А сейчас наше законодательство, оно по сути убийственно и для семьи, и для бизнеса, и для взаимоотношений людей между собой, и для природы. Герман Иванович, поскольку закон Божий никто не отменял, и в общем, если люди им руководствуются, они по нему живут, давайте мы буквально через несколько минут посмотрим, как они живут подробнее. Единственное, Роман Трустову, есть звонки. Да, Жером, пожалуйста. Послушаем, отклик, рецепт относительно Москвы родился у телезрителей. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Михаил, Москва. Москву необходимо сделать закрытым городом. Столицу перенести в другое место, как Бонг в свое время был в ФРГ. А Москву сделать либо купеческим городом, но в столице должны жить самые достойные люди, элита государства. О, так они и так там живут-то. А если Москву определят, и она останется столицей, значит, сделать закрытым городом и всех лишних, всех недостойных за сотый километр, как в советской... Как же делить-то будете? Уже вот в метрике. Ну, приличные люди на выселке. Нам не надо за сотый километр. Кто сколько зарплатит? Мы живем как раз за этим сотым километром. Зачем вы хотите к нам всяких недостойных переселять? Как раз всякое быдло пускай в Москве остается. Вы определитесь, чего вы хотите. А нам нужно перестрелять самых достойных людей, которые хотят создавать свое хозяйство, расти детишек здоровых, производить настоящие продукты питания, трудиться. Вот такие люди нам нужны на сотом километре. А там, это самое, в этих гадюшниках все равно люди. Кто решил сдохнуть, тот сдохнет. Это же дело добровольное. Ну, хотят погубить своих детей, ну, пускай губят в этих мегаполисах. Зачем же наживать их более достойными людьми? Это, во-первых. Извините. Во-вторых, по поводу столицы. Я вот предлагаю воссоздать Киевскую Русь со столицем в Киеве. А Киев готов? Нет, Киев-то готов. Это понятно. Киев не откажется. А зачем нам это делать? Нет, нам это нужно, я вам объясню, к чему. Дело в том, что есть источники исторические, есть историческая память и история вообще, из которой выйти к сегодняшний день. Давайте наладо, ближе, дешевле. Хочу, я ближе, вот смотрите. У нас вообще страна, она и была Киевской Русью до тех пор, пока это не возглавили люди, которые отошли от веры. Это описывается очень подробно в лицевом летописном своде 16 века, который, кстати, сейчас все санкт-петербургцы могут получить бесплатно на Фонтанке 46. Начиная с прошлой недели, там очень любезно предоставили помещение руководства библиотеки, там бесплатно раздается лицевой летописный свод, и вот такие раскраски. Вы не смотрите, что это раскраски детские. На самом деле, это очень серьезные книжки, которые очень повышают образование людей. Я не отклоняюсь от темы, на самом деле. Это все можно получить бесплатно. И там как раз есть аргументация, зачем нам нужно возродить Киевскую Русь, и для чего нам нужна страна с одним языком и с одной верой. Для того, чтобы у нас был не огромный Вавилон от Калининграда до Дальнего Востока, где мы ассимилируемся и вымираем, и русские вымирают стремительно. И если мы сейчас не остановимся, и не создадим небольшую русскую страну, с православной верой, мы просто погибнемся. С нашими продолжениями умничаниями о том, какие бы нам еще новые технологии придумать, чтобы выжить. Все новые технологии нас убивают. Нам нужно вернуться к нормальной человеческой жизни, к нормальной человеческой пище. Давайте я вас познакомлю сейчас к нам. К нормальному образу жизни и нормальным семьям. Герман Ильич, подождите, я вижу, что вы хотите сказать, но я просто хочу познакомить вас еще с одной собеседницей, которая получается нам по скайпу. Вот про нормальную человеческую жизнь, пожалуйста, и я вам хочу представить Наталью Оленеву, из Костромской области, председатель колхоза Ветлуга. Наталья, добрый день. Спасибо, что принимаете участие в нашей программе. Я только поняла, что вы должны были быть в студии, но опоздали сегодня на самолет. Вы на самолете когда-нибудь до этого летали, Наташа? Нет, не летала. Эх, такой шанс, прозевали. Узнаешь, что такой самолет. Наталья, скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы выбрали председателем колхоза? 23 года. 23 года, а сейчас вам сколько? 24. Страшно? Да нет, не страшно. Не страшнее, чем Москва. Не страшнее, чем Москва. Хороший, хорошо. Сколько людей в вашем колхозе? Вот насколько большим коллективом вы руководите? Командуете? Ну, 7 человек, постоянных работников, плюс сезон от 5 до 10 дней. Сколько постоянных? 7 человек. А, то есть у вас маленький колхоз. А сколько в вашем... Вы живете в поселке, в небольшом районном центре, где? Село? Полторы тысячи человек. Полторы тысячи человек. Наталья, скажите честно, что в вашем селе есть? Я не знаю, может, там есть ресторанчик, бассейн, библиотека, церковь. Ну, скажите, ну, честно, вот скажите, что у вас есть? Ну, церковь есть, библиотека есть, кафе есть. Кафе есть? Да, дискотека есть, и даже кино приезжает. Кино приезжает. Так, хорошо, скажите, пожалуйста. Если все это есть, это тоже скоро все вымрет. Это прямой путь к вымиранию любого... Ну, почему, Герман Львович, ну, вы должны поощрить вот Наташу, что она никуда не рвется, что она... Послушайте, я сам вырос в деревне, постоянно там по несколько месяцев проводил у бабушки. Я все помню, как это разлагалось. Это и разлагалось дискотекой, церковью, клубом и так далее. То есть всеми теми вот этими заведениями, которые системно уничтожали наш народ. Я имею в виду лжецерковь, конечно, а не церковь, не настоящую, крестьянскую. Ну, против библиотеки-то вы ничего не имеете? Против что? Против библиотеки. Имею, конечно. Библиотека насыщена лживой литературой. И нужно замещать сейчас лживую литературу в библиотеке, правдивую литературу. Герман Львович, чтобы понять, что она лживая, ее надо прочесть хотя бы. А то будет как жена футболиста, известном сказательном репортаже. Да нет, но жена футболиста, кстати говоря, она хотя бы усомнилась в том, что солнце, что земля крутится вокруг солнца. Солнце крутится вокруг земли, вся вселенная крутится вокруг земли. Это написано в священном писании. Вы думаете, она поэтому усомнилась? Прости, господи, извините. Да не поэтому, но она хотя бы усомнилась. А наши дебилы, профессора даже этого не знают, уверенно говорят, что земля крутится вокруг солнца. Давайте... Это просто безбожники, которые таким образом опровергают священное писание. Так, Анатолий Иванович, вам скажу. Земля – центр вселенной. Именно только здесь живут люди. Герман Львович, дайте я скажу. И поэтому вся вселенная обслуживает землю. Дайте слово фермеру. Так, пожалуйста. Дайте слово сказать. Вы знаете, я сам ленинградец, и корни у меня ленинградские, но меня как-то покоробило. Москва, ну как будто это какой-то щаде ада. Конечно, я никогда не пойду в Москву. Я питерский, но нельзя говорить о москвичах, понимаешь, как будто это какие-то люди... Подождите, вы в Петербурге живете или на земле? Я говорил, фермер, говорили о Москве, о том социальном образовании, которое называется Москва. Разрешите, я скажу. Среди здесь страдают больше всех от этого, понимаете? Ну, у нас сегодня каждый день девятый житель живет в крупном городе, в Милонике. Так вот я что хочу сказать. В Москве прекрасные люди, хорошие люди, трудолюбивые. И вот так вот оголом давайте разгоним Москву, давайте их переселять в фермеры. Да вы знаете, что такое фермер? Вот я фермер с 94-го года. Вы знаете, что это такое? Это что, зеленая лужайка, на которой, значит, можно бегать, резвиться, там собирать цветочки? Нет, нет, далеко нет. Среди статистический фермер, это отравитель людей. Расскажите, какие удобрения вы используете, когда выращиваете растение? Еще раз я вас прошу. Какие прививки вы вкалываете скотине, когда вы травите людей этим мясом? Фермер, отравитель, профессионал. Послушайте, а что мы будем есть-то? Это большинство фермеров, не надо трендеть, иначе ни одной справки не получишь, если не травишь скотину от этих проклятых ветеринаров. Герои, мы и это закроем. Давайте закроем Наташин колхоз, ферму Анатолия Ивановича, пусть тоже в Москву едут. Конечно, нам нужно постепенно закрывать все то, что травит людей, и создавать крестьянские хозяйства, где законом запрещена химия, законом запрещены прививки, законом запрещены все новые технологии, которые отравляют продукты питания. Конечно. Это очень хорошо, что у нас, вот вы говорите, пустуют поля. Это прекрасно, что поля пустуют и отдыхают от той химии. Так, я прошу прощения, Герои Иванович, подождите, я хочу, чтобы Наташа послушала, что он скажет, Наташа, по поводу перспективы, что надо ее тоже закрыть. Наташа, как вам такая перспектива? Спасибо, мы еще, конечно, поработать хотим, люди молодые. Наташа, расскажи, что вы используете, когда выращиваете там скотину или пшеницу? Это пололожность, никаких пестицидов у нас нет. А что у вас есть? Никаких прививок бешеных у нас тоже нет. А не бешеных каких? Какие прививки делаешь? Перечисли. Какие прививки скотине? В глаза смотри. Любая прививка, это уничтоженное мясо, это мутации скотины, это нельзя давать больше ни детям, ни взрослым. Дайте сказать, Наталья, Герои Иванович, вы не даете на наши ответы. Вы попадаете в организме через 30 дней, вы рассчитаете где-нибудь. Да кто вам рассказал? Колдуны, проклятые ученые вам это рассказали? А вы им верите, бестолковая молодая женщина. Герои Иванович, Герои Иванович, Герои Иванович, она сама планица и сама развивается. Герои Иванович, пожалуйста, во-первых, не обижайте Наташу, у нее дебют на телевидении. Что она подумает? Да я не обижаю, я ей комплимент говорю, что она молодая женщина. А, это был комплимент? Ну вы мостах комплименты делаете, я даже не поняла. Я прошу прощения, я предлагаю вам посмотреть, я вижу, что у тебя есть один сюжет. Один сюжет по поводу, и мы увидим, как работает Наташа, и мы увидим социологические выкладки, и узнаем о том, какие у нас могут быть претензии к людям, живущим в маленьких градах. Давайте посмотрим, обсудим. Пожалуйста. Несколько лет назад к селянам из Белогородской области приезжали московские социологи изучать психологию деревенских жителей. В полуразвалившихся домах с бедняками они разговаривали об их потребностях. Большинству, как оказалось, рассказывать было нечего. Каждый второй сказал, что ему не нужен туалет в доме. 28% не видят необходимости в душе, 35% в легковом автомобиле, 60% ответили, что не стали бы расширять свое личное подсобное хозяйство, даже если бы представилась такая возможность. Результаты ошеломили исследователей. Их собеседники честно признавались, что не едят досыта, не могут заработать на новую одежду, но и улучшать свою жизнь самостоятельно не собираются. На вопрос, стремятся ли они к достижению более высокого уровня жизни, осуществляют ли для этого необходимые усилия, каждый второй выбрал ответ. Мечтаем, надеемся, что как-нибудь положение улучшится. Там подшипник стоит, и вот его надо менять. Ладно, мой тебе подшипник. Пока другие мечтают и надеются, она изучает устройство трактора. Наталья Ленёвой 24, в 22 она стала председателем колхоза. Тяжело было в плане того, что на меня, когда я говорила, кто я, люди не понимали, почему я не 40-летний мужик. В деревню она переехала из города. Вернуться обратно нет даже мысли. Да и односельчане вряд ли отпустят. За полтора года ее председательство им выплатили долги по зарплате. Коровам достроили коровник, а колхоз стал приносить доход. Чтобы всем здесь жилось хорошо, Наталья работает каждый день, без выходных и праздников. И даже подъемные 100 тысяч рублей от местного губернатора потратила не на себя, а на хозяйство. Здесь многие говорят, ну что ты, как присохла к этому колхозу. В город все едут. Вот она мне сколько раз говорила, Галина Борисовна, ну как же я их оставлю, моих коров. Поаплодируйте Наташе, вообще молодец. Наташа, я сейчас дам вам слово. У меня к вам один короткий вопрос. Вы видели данные социологического исследования про то, что людям, в принципе, по большому счету, они сидят на селе и им ничего не надо. Вы согласны? Нет, не согласна. Есть, конечно, люди, которые облинились и работать не хотят. Но в целом не согласна. У нас и вода есть, и туалеты теплые, и душевые кабинки стоят. Так, хорошо, вы что хотели сказать? Так, Галина, пожалуйста, возьмите. Про фермер, пожалуйста. Ну давайте коротко. Вы продолжаете сюжет, меня комментарий интересует. Я фермер Ленинградской области, 25 лет, и знаю фермерскую проблему так, как она есть. Нас интересуются люди, а не экономические проблемы фермеры. Нет, про людей я и хочу сказать. То есть мы фермер ИП, ИП мы регистрируем по месту жительства. То есть если мы горожане, мы сразу становимся чужими. То есть мы не входим ни в какие программы фермерские. Это немного другая проблема. Я вас понимаю, но скажите, вот вы знаете людей, которые работают на селе, вы согласны с тем, что почти 60% сказали, что они не стали бы расширять свое личное подсобное хозяйство, даже бы если бы осталась такая возможность? Понимаете, то есть мы, я к чему, что мы гораздо... Те, кто работали в совхозах, они трем поколениям сказали, не идите тем, те вот первые, которые фермеры, которые шутили на себе все, тоже тремя поколениями скажут, А на что они живут-то? Не ходить. Мы не должны этого делать. А законодательство, наше законодательство, оно не дает подойти к земле. Во-первых, мы ИП, а что такое ИП? Это немного, я просто прощаю, у нас не экономическая проблема. Во-вторых, у нас не строить на земле ни ферму, ни дом. Так кто туда пойдет с таким условием? У меня-то вопрос, то есть молодежи проще... Слушайте, а можно у женщины спросить, у которой там колхоз возглавляет, чем она доит коров? Да нет, подожди, ну, Георгий Иванович, ну... Ну, с капустой ответить, чем коров доит? Наташа, ответьте. Дом аппаратами. Дом аппаратами, кстати, поэтому я приезжаю к земле очень... А чем выждают, а чем выждают после дойки? Соды пищевой. Потому что химикатами ветеринары запрещают. Так. Нет, ничего ответить, Герман, у него очень на это. Нечего. Так, Глеб, не прошу слова. Разговор, который мы начали, про Москву и... Смотрите, не получается ли так? Я прошу прощения, я все-таки вернусь к тому, к тем цифрам, которые были названы в сюжете. Что мы ругаем Москву, но, в результате, самые активные, которые хотят что-то делать, они, ну, хотят получить такую профессию, они едут в Москву, то есть Москва собирает самых активных. А так хорошо сидеть на заваленке, говорить... Давайте под Москвой называть вообще... Ну, центры. Да, давайте. ...12 городов-миллионников, да? Давайте, согласны. Говорить, что есть крупные города, куда собралась молодежь, где она получает образование, где находится самый передовой и крупный бизнес, и где крутится большая часть денег страны. А остальная территория пустеет, стареет, и мы стоим перед какой-то чудовищной проблемой, что мы можем остаться без страны. То есть есть ли вина людей, которые остаются жить, и, в принципе, все равно они не очень подъемные... Нельзя говорить, что это их вина. Надо говорить о том, что это беда. Потому что люди теряют... Вот уходит образ жизни. Мы стоим перед какой-то совершенно новой волной, совершенно другая цивилизация, которая идет. Закончилось массовое производство. Потому что когда мы говорим про то, что деревни вымирают, мы говорим о том, что закончилось коллективное сельское хозяйство, которое стало нерентабельным. А без коллективного хозяйства люди не в состоянии... Посмотрите, вот сейчас надо говорить о том, что, во-первых, на самом деле есть несколько миллионов человек в крупных городах, которые хотят из этих городов уехать. Из Москвы и Санкт-Петербурга очень много людей хотят уехать. Почему они не уезжают? Они не уезжают, потому что как одному поехать жить вот туда, где беспросветная какая-то дремучая ситуация, где большая часть людей в тебя не примет... Почему она дремучая? Глеб, я пытаюсь перед самым говорим. Почему она дремучая? По чьей вине? В этом опять Москва виновата? Можно я отвечу, почему дремучая ситуация? Ситуация дремучая, потому что невозможно. Невозможно получить и оформить землю. Это раз. Негде взять стартовые деньги на то, чтобы подстроиться. Основные затраты в самом начале. Это два. Вот это два основных вопроса. И в этом должно поучаствовать государство. Есть особо сильные люди. У кого-то там деньги, у кого-то просто воли не сгибают. Я знаю таких. Которые, несмотря на это, выезжают, селятся, строят, бьются там, как рыба об лед, и все-таки вылезают на поверхность. И у них хорошее хозяйство, здоровые детки, счастливая жена, и все в порядке. Но первый этап очень трудный. Именно на этом, труднейшем этапе, нужна поддержка либо государства, либо спонсоров. Потому что сейчас люди вот на что деньги жертвуют? Дед да мам, на участие в работорговле. Но даже из активного изделения, теоретически. В науку, которая уничтожает всю нашу природу. Давайте я обижаюсь, перебью. Очень короткая реплика. Бессмысленно совершенно ориентироваться на общие цифры. И создать свои христианские хозяйства. Сейчас, Геннадий, дайте сказать Глебу, пожалуйста. Кириллу. И вот это было бы очень здорово, если бы донести это до людей, у которых есть деньги. Так, хорошо, мы вас дослушали, пожалуйста, Кирилл. Бессмысленно ориентироваться на то, о чем говорят люди в деревнях и маленьких городах, не видя, чего хотят люди в больших городах. По Москве цифры были бы примерно такие же. Прикладывать свои усилия к изменению жизни готова очень небольшая часть россиян. Что в Москве? То есть не справедливо говорить, что мы с вами такие активные, продвинутые. Это не цифры по... Ведь у нас же городское и крепостное право. У нас невозможно выехать с города, даже тем, кто хочет. Мы сейчас говорим о том, что мало людей хочет. Ну дайте выехать хотя бы тем, кто хочет. Это же ничтожные деньги. А самое главное, отменить процедуру оформления земли, которая непроходима. Вот эта куча горлоедов проклятых сидит и собирается за каждую подпись бабло. Я хотел бы попросить минуточку аудитории извиниться перед ней за то, что я считаю высказывания Германа Львовича просто абсолютно неадекватными, несоответствующие ситуации. И я бы лучше предпочел, чтобы он рассказал, какой Христос ему дал его мультимиллионы, которыми он владеет. Вот тогда бы мы все, может быть, пали на колени и помолились бы ему. И поделился бы с публикой. И последнее, что я хочу сказать. Моя нелюбовь, так называемая, к Москве абсолютно не к Кремлю, не к Мавзолею, не к Красной площади. И не к куполам. А совершенно к другому. Когда начинались так называемые реформы, Борис Николаевич Ельцин, путеводитель этих реформ, что говорил? Что если я буду иметь больше, чем 8-10 раз, больше, чем учитель, инженер и так далее, это антиконституционно, гоните меня в шею. Что мы сейчас имеем? Вот сейчас сидят они в Думе, сидят они в Совете Федерации. Что они принимают для народа? Абсолютно антинародные законы, эти миллиардеры, чертовы. Вот их я ненавижу. Послушайте, вам не кажется, извините, Геннадий Иванович, что вы рассуждаете, как человек, сидящий на заваренке. У меня самое рассуждение. Я не хочу обидеть людей на заваренке. Как те, что сидят в Думе и в Совете Федерации. А меня не надо. Просто терзая, что у них бабла больше, и все. Но вы получаете больше 5 тысяч, Геннадий Иванович. Какие 5 тысяч? Я пенсионер с жалкой и нищей. Какие 5 тысяч? И сколько вы получаете? А сколько сейчас получает они Канов? Миллиард 100 миллионов. Сколько шувалов получает со своей супругой? А сколько у дворковича супруга? А зачем вам деньги нужны? Вы это считаете? У вас на везьбе не хватает или на что? Или на галстуке? Так, давайте послушаем зрителей. Что вы хотите сказать? Вы откуда приехали? Я из Санкт-Петербурга. Мнение подрастающего поколения. Не живет та страна, у которой нет идеи. У нас раньше была идея. Был Советский Союз, была Рейсская империя, идея была. Сейчас в России идеи нет. И эта идея должна быть в первую очередь направлена на все слои общества. Она должна устраивать всех. Подождите, а кто, давайте теоретически. То есть все равно, вот сейчас кто-то придет, какой-то массовик-затейник, всех поднимет и скажет, ребята, ну как же так, давайте мы будем работать, какие-то фирмы-фермы создавать. Почему мы, понимаете, почему мы постоянно ждем? Вот вы ждете, что к вам придет какой-то массовик-затейник, а вас куда-то поведет? Нет, почему? Почему я в силу своего возраста сейчас не могу что-то активно заявлять, но я оденусь... Юноша, ну так и не говори глупости тогда, потому что те идеи, которые ты перечислил, и привели страну к катастрофе. Имперская идея разрушила страну, а потом добили большевики проклятые. Так. И вот это добило нашу огромную страну. Разрушили вообще такое хозяйство и такой народ выбор, что вообще оттаск. Девушка, хвостик покажите. Это только вот такие гениальные идеи могут разрушить. Это не молодой человек, это девушка. Ты сначала, слушай меня, молодой человек, тебе сначала надо стать читателем. Это девушка, Герман Иванович, ну это девушка, вот хвостик, это женская трибуна. Да ужас, тихий, господи помилуй, не дай бог никому такую девушку. Девушечка, я вас накажу, не обижайтесь, не обижайтесь. Да не, ну что не обижайтесь, она как мужик оделась, она что, феминистка что ли? Давайте захлопаем его. Так, захлопайте, мне нравится, пожалуйста, хлопайте. Давайте, я прошу прощения, Рома, слово, потому что у меня здесь уже лес рук. Пожалуйста, слушаем тебя. Даник, я чувствую, у вас там пожар просто происходит. Давайте сейчас один телефонный звонок и несколько комментариев. Это будет шелестянская революция у нас. Ну не иначе, так, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. На книжку перечисляют 9 копейками. Так что неправильно говорят о том, что мы жируем в Москве. Вот так. Да, фантастические совершенно цифры для Москвы. Но я должен сказать, что еще несколько сообщений из такого же рода. Мы коренные москвичи... Вообще Москва делится на сказочно богатых людей, на тех дураков, которые на них работают. Последний, кого упомянули, принадлежит к идиотам, которые работают за 10 тысяч рублей. Герман Иванович, вы же меня извините. Получается, Герман Иванович, по вашей логике к ним же относятся, например, преподаватели бюджетных вузов. Пишут нам. Конечно. Эти преподаватели нахрен никому не нужны. Эти преподаватели нахрен. Она не аплодировала, она вас захлопывала. Они морочили голову молодежи. Вы тогда свистите, что ли? Преподаватели эти, еще врачей туда же. Вредителей. Так, нажимаю еще раз ап, и все стихло. Так, слушаю вас внимательно. Рома, извини. Извините, я хотела обратиться к мужчине, который столь яростно защищает свою позицию. Вы считаете, что ни ученый, ни медицина ничего не нужна. То есть человечество столько лет развивалось, шло к чему-то, к какому-то светлому будущему, в надежде на то, что их потомки будут жить более лучше, чем они жили. И вы предлагаете все вернуть назад. Иметь душ, канализацию, я не знаю, билетики, клубы. И вообще все, что изобретало чаще. Они изобретали все это. Приятно видеть, послушайте, приятно видеть красивую девушку и отвечать на ее вопрос. Вот похоже на девушку. Супер вообще. Герно, очень классно. Ну что же вы такое, без бантика не отличаете, что ли? Современная медицина, так называемая медицина Парацельса, появилась всего лишь в 16 веке. Парацельс был колдун. Вы спросите у любого, кто закончил мединститут, их там изучают, знаменитый колдун. Вот он основал современную проклятую медицину, использующую химию и ковыряющуюся в трупах. Но современная проклятая медицина, она жизни спасает. Слушайте меня, женщина. А до этого тысячи лет была медицина Галина. Это та медицина, которая лечила людей, а не калечила. Травами, минералами, массажами, ванными, маслами и так далее. И мы сейчас, кстати говоря, мои дети, 16-летний сын мой, собирается создать первый институт медицины Галина у нас в Слободе. Ага, все-таки он институт будет создавать. И начнем строить новый институт настоятельственной медицины, который будет помогать людям жить, а не подбирать и нарабатывать бабло на смерти человеческой. Рома, я помню, что я... Это современная медицина проклята богом, потому что это последователи колдуна Парацельса. К ним нельзя обращаться. Ни однозначно человек не пойдет к современным медикам. Это я вам говорю как сын профессора медицины. Так, а, то есть вас... Подождите, короткое мнение. Вы хотели девушку поддержать в чем? Мне бы очень хотелось поддержать предыдущего оратора, девушку на противоположной трибуне. Потому что я как педагог, и как мать, и как женщина, я бы хотела выразить солидарность. Вот у нас сегодня студенты РГПУ имени Герцена произнесли такой лозунг. Кто поднимет всю страну? Я студент РГПУ. Поэтому я вам желаю оптимизма и радости в жизни. У вас все получится. Наверное, два притопа, три прихлопа еще при этом делали. Да пусть так, на радостях. Роман, возвращайте слово, извините, пожалуйста. Это синонимы практически. Ник, я понимаю, сегодня не просто Герман Львович готов полемизировать по многим темам. Я вам одно сообщение хочу зачитать. Жизнь комплексная, она не состоит из разных тем. Хорошо, я вам про медицину тоже, Герман Львович, скажу от себя уже, я не удержусь. Но сначала сообщение из Нижнего Новгорода. Потому что мы должны с вами не только про Москву говорить. Дело же не только в нашей столице. Аналогичные вещи происходят по всей стране. Выживают города, и эти города, честно говоря, убивают жизнь вокруг себя. Пишет нам Нижний Новгород. Люди с удовольствием бы работали у себя дома, в глубинке. Работа непочатый край, заросшие уже лесом поля, загубленные промышленные предприятия и так далее, и так далее. И это в нашем-то не Черноземье. Наш районный центр находится на расстоянии в 280 километров, а 240 километров от Нижнего Новгорода. Вот здесь внимание. С недавнего времени, чтобы добраться до областного центра, жители вынуждены ехать с пересадками. Потому что законодательная власть решила, что пригородное сообщение – это 200 километров и точка. Все. Вот что происходит. Вот поэтому выживают какие-то считанные мегаполисы, потому что дальше, чем 200 километров, уже обрезают транспортные артерии. Вот что происходит. Я одно слово только, Герман Ильич, я не могу удержаться. Вы меня извините, я своего друга доктора в свое время спросил. Да и не удерживайте, говорите, что здесь нужно. Я спросил, в чем разница между медициной 19-го и 20-го. Все очень просто. До изобретения прививок и антибиотиков умирало 8 детей из 10. А потом ситуация изменилась кардинально. Ну какие травы? Это вранье. У меня есть источник истории. Это чистая статистика. Которую вы можете получить на фонтанке 46, и эту ложь больше никогда не повторять. Да вы меня извините. Во всех источниках 8 из 10 детей умирали. Куда вы нас зовете? За вранье это все. Всегда было по 10 человек детей в семье. И люди еще на нашей памяти, наши прабабушки и прадедушки жили по ссоре. Молодые люди, извините. А сейчас он 60 лет уже, старики-мужики. Ром, тебе с Итальянской там на фонтанку пришли, потом возьмешь. Я думаю, что здесь есть еще одна серьезная тема, которая как-то так вот всплывает. Не в нашем разговоре, а в нашем, я имею в виду, общем. Общественно, что проблема села, города, райцентра, миллионика и так далее, что у нас нету стандарта в жизни. Вот вы согласны в том, что город еще притягательен тем, что здесь все-таки действительно трамваи ходят, горячая вода из крана льется. Много ли у нас еще мест, куда это не доставать? Это смешано с мочой, которая льется у вас из крана. Там от сточной воды, от противозачаточной до китайской мочи. Я думаю, не всем женщинам нравится таскать на себе воду с колонки. Дайте даме сказать, что дама может умному сказать, когда мужчина говорит? Герман, может, как вообще вы женатые оказались в этой жизни? Но это другая тема. Конечно, я когда говорю, моя жена молчит, да вообще женщины окружающие молчат. Хорошо, я готова промолчать. У нас в свободе вообще порядок нормальный. Это у вас, я не знаю, что, равноправие какое-то. Да, Герман Ильич, я здесь хозяйка, даю слово даме, да, пожалуйста. Какая может быть счастливая жизнь при равноправии мужчины и женщины? Какая может быть нормальная семья? Вы что, женщины должны быть счастливы, если они неравноправны? Герман Ильич, давайте про стандарты жизни, про стандарты жизни, реально ли сделать так, чтобы жизнь в тысячи километрах от Москвы, или в сотнях километров от большого города была похожа? Знаешь, как в Европе? Куда бы ты ни приехала всегда. Нереально. Почему? В наше время нереально. Ну согласитесь, что это очень большая проблема? Ну я говорю, ничего умного не скажешь. Давайте я скажу, что надо сделать. Нет, Герман Ильич, нет. Не слушайте, не обижайтесь. Вы не обижаетесь. У меня обижаются только глупые женщины, умные женщины не обижаются. Почему это нереально? Умные женщины молчат. Может это стать причиной того, что народ уходит из провинции? У каждого человека свои стандарты, свои потребности. И есть люди, которые... Беречку, мелочку, Валерия, подождите. Которые... Нет, которым реально устраивать... Где должна быть чашка хорошего чая, горячая вода из-под крана, понимаете, ну какие-то элементарные спутниковые телевидения, ну есть какие-то элементарные вещи. Давайте я вам расскажу, как все надо сделать. Но она же не знает, а я знаю. Наглядные, ну что время терять эфирное. Теплый туалет надо делать следующим образом, безо всякой канализации. Надо к дому. Почему вот в Савдепе не было теплых туалетов, а на улицу приходилось ходить зимой? Потому что у людей не было своей скотины. Проклятые колхозы все коллективизировали. А когда есть своя скотина, то круглый год теплый туалет. Потому что на повете в сарае на втором этаже есть дырка, на дырке стоит венский стул, и в этот венский стул уходишь круглый год безо всякой канализации. Я понимаю, что мы какой-то неисправимый романтик. Но, Герман Львович, знаете, хотел бы уже цивилизации чуть-чуть. Романтик выгребается, и нет никакой проблемы. Молодые люди, в откуда приехали? Из Новгородской области. Большой город, маленький поселок. Полторы тысячи поселок. Поселок. Ну, давайте уж... Вы, например, в Петербург учиться. Как у вас с цивилизацией? У нас? Нормально. Ну, у нас в поселке поднимают в основном за счет частного сектора. Государство не выделяет политические... А скажите честно, вот о чем в Петербург-то поехали? Было что-то, чего вам не хватило? Потому что у нас нет высшего образования практически в нашей области. А все остальное? Вся там соцструктура, социальная, там, клубы, библиотеки, киношка, кафешка? Все есть. Все есть? Да. Ну, что ты врешь? Так, а вы... Я прослушал. Рассказывал, что нет, сейчас врет, говорит, что есть. Скажите, а вы учитесь, а вы на поэте? Ну, собираюсь пока да. Ой, взгляд такой честный-честный. Так, а вы как? Ой, я сам из Екатеринбурга, но... Ну, у вас большой город. Ну, да, точно. В Екатеринбург много собирает сил из городов и поселков, которые вокруг? Ну, сейчас больше, наверное. Почему молодежь приедет в город? Именно, ну, работать, учиться, что-то еще, ведь нет ничего в деревнях уже. Вы согласны, что для того, чтобы уехать в центр, надо быть, наоборот, активным человеком? Что этот показатель может быть, ну, плюс, скорее? Ну, в принципе, да, потому что... Ну, да, конечно, плюс. Ну, вы сами посчитайте, в деревне сидите, наверное, ничего не делаете, все развалено. Да. Я, кстати, с этим согласен. Ребята правильно говорят, как это не парадоксально. Тут нужно... Активный человек сейчас уезжает из маленьких городов в большой город. Так, да. А умный человек, уехав в этот город, он где-то нароет бабла, потому что именно в большом городе можно найти, и создает свое крестьянское хозяйство. Находит отличную красивую девку и начинает рожать детей здоровых на этом крестьянском хозяйстве. Потому что в маленькой деревне не найти денег на это дело. Если бы молодым людям давали возможность заводить свои крестьянские хозяйства и давали деньги, они бы не ехали в Москву и в Санкт-Петербург. К нам в Слободу приезжает огромное количество молодых людей каждую неделю. Я прошу прощения, можно я у Наташи спрошу? Наташ, извините, я понимаю, что вы... Это самые нормальные люди. Наташа, а рабили там от того, что происходит, просто вы откуда деньги берете на вашу колхозу? Между прочим, Министерство сельского хозяйства выделяет начинающим фермерам 1,5 млн. рублей, плюс 250 тысяч на бытовое обустройство. С земли получить 900 рублей на гектар до такси. Дальше. На дома на среде сдаётся 150 кубометров, поверь мне, на дом хватит построить. Если вы прожили больше года фермерства, вам дадут до 10 млн. поверьте ли денег для деревни хватит? Это просто дадут или в долг? Нет, это дают безразумевно. Это не под кредит. Я не могу их собрать, что хрен получишь. У нас ни один из знакомых ещё не получил. Нет, это получишь, серьёзно. Это декларировано, а получить невозможно. А, кстати, а вот по поводу тебя, дорогая женщина, я узнаю, где твой колхоз, зашлю тебя туда ребят с видеокамерой, они отснимут всю ту химию, которой ты пользуешься, по всем нормативам, прививкам, которые ты пользуешься. Сколько можно уже на того парня работать? Почему на такого парня? Люди на себя работают и никуда не едут. Работать можно, я поддерживаю эту девушку. А самое главное, что помимо программы «Начинающий фермер» есть ещё программа развития животноводческих ферм. И действительно, пожалуйста, пишите, приходите, получайте субсидии. Сейчас наоборот. Слушайте, вот на сегодняшний день 70 млн. рублей по Ленинградской области выглядело на развитие фермерских хозяев. Анатолий Иванович, можете вас спросить, а почему при таких вот всё равно замечательных... Пусть перечислить справки, какие надо собрать. Чего людям голову морочить? Перечислите справки. Я скажу, всего 7 справок нужно, больше не нужно. О, всего-то ерунда. Особенно для молодого человека, легко и просто. Пошёл, собрал, денег забрал. Ну не 40, как было раньше, уважаемый. А почему при такой замечательной жизни всё равно число уезжающих в центры намного больше, чем число приезжающих вне центры? Знаете, я бы поспорил насчёт того, что намного больше. Вот именно сейчас к нам в Союз фермеров практически каждый день... То есть вы хотите сказать, что что-то поменял за последние годы? По три, по четыре, по шесть, по десять человек в очереди стоят. И просят, помогите с землёй, помогите с кредитами, помогите с... Возраст приблизительно этих людей. В Российском Союзе фермеров шесть человек в очереди стоят. 35-40 лет. Да, коротко, пожалуйста. У нас сегодня какой-то такой безумный разговор немножко. Я думаю, что в том, как Герман Львович... Мне не очень нравится, как он сегодня говорит. Я вообще с ним знаком и даже был бы дружен, так бы сказать. Герман Львович, давайте как-то помягче и как-то более вразумительно говорить. Значит, есть две позиции. Герман Львович, смотрите, есть несколько позиций. Одна такой эскапизм, говорить, давайте отвергать цивилизацию, давайте все оденем Софьяновы или какие-нибудь сапоги, отростим бороду и пойдём все, значит, опрощаться в деревню. Не будем пользоваться телефонами, не будем носить очки, не будем фотоаппараты. Это понятно, так, но... Но я думаю, что главная проблема на самом деле выглядит так. Дайте, пожалуйста, Герман Львович, ну дайте договорить, пожалуйста. Эти территории огромные вымирают, потому что они не могут создать рабочих мест, они не могут конкурировать с теми производствами, которые есть в крупных городах, и более того, и в крупных городах производство сворачивается, потому что в Санкт-Петербурге производство тоже сворачивается. Города превращаются в место торговли. Чем больше производств, тем меньше крестьян, товар привозится из-за границы. И вот нам надо создать систему... Эти производства работают в основном на то, чтобы обеспечить проклятые там наших замечательных соседей. Герман Львович, дай скажу, ладно? Кого на рельским никелем, значит, надо создать условия, которые позволяют объединять людей... Вот такие же, как Тюрин, злодеи, которые рекламируют эту проклятую... Я говорю, не заставляйте меня приглушать звук в вашем проходе. Герман Львович, у нас осталось очень мало времени. Герман Львович, у Воронежа. Я хочу обратить вас к социологии, которую мы вам показали. Она проводилась к большим предприятиям, желающим открыть производство в провинции. И выяснилось, что люди и не хотят, в принципе, туда идти. Да вы хоть что построите, не пойдем мы туда работать. Герман Львович, подождите, я сейчас включу вам звук, только давайте послушаем Геннадий Иванович Корка. Последнее, что я хочу сказать. Когда у нас загублено 30 тысяч деревень, это преступление против всей России, против народа. Но я хочу полностью поддержать моего коллегу, что возможность в сегодняшних условиях, когда государство этим совершенно не занимается, жить в тяжелейших условиях, практически вести коллективное хозяйство, невозможно. И приведу маленький просто пример из соседней Белоруссии. Не касаясь батьки Лукашенко в личном плане. Он там делает коттеджные поселения, пятикомнатные домики, где можно жить, можно детей рожать, создавать семьи и трудиться на благо полей. И вот это пример. Все кинулись из Минска туда? Ника, можно еще? Так, девушка хотела сказать, да, очень коротко, очень коротко. Да, просто я хочу сказать о том, что молодец... Вы откуда, извините? Из Великого Новгорода. Отлично. Я сама переехала учиться в Питер. Могу сказать за, наверное, большую часть молодежи, которая сейчас переезжает жить в крупные города, что никто не хочет заниматься производством или сельским хозяйством. Ну, как бы сейчас уже, наверное, 21 век, да, на дворе, и люди хотят заниматься торговлей, как говорили, экономой. Сидеть в красивом офисе и так далее. Конечно, конечно. И каждый готов заниматься сельским хозяйством. Я поняла. Роман, пожалуйста, резюми ты только очень коротко, у меня две минуты. Ника, я со всем сюрпризом хочу дать рецепт городам провинциальным. Вот посмотрите, что сделали. Известно, что Дед Мороз из Великого Устюга. Но оказалось, власти Переславля-Залесского прописали у себя Тридевятое царство. Главы поселка Ермакова Ярославской области зарегистрировались у себя жителями Мышку-Нарушку, Бабу-Ягу и Курочку-Рябу. Колобок заменил Ленина в качестве туристического бренда Ульяновской области. А в Твери постановили, что в Старицких пещерах непременно находится родина Кощея Бессмертного. И массово люди поехали в эти города, и жизнь туда возвращается. Друзья мои, между прочим, еще никто не сказал, где проживает Кикимор, Леший. И в конце концов, даже родина Шрека нам неизвестна. А еще я предлагаю всем поаплодировать Наташе, которая абсолютная молодец. Ну много ли таких девушек? Она достойна вообще какой-то награды, друзья мои. Вот действительно молодец. Наташ, вам успехов. Я думаю, мы про вас еще не раз расскажем. Ника. Хорошо, Рома, почитайте книжку Гастан Стерлига, вы расскажете. Очень коротко. Я рекомендую всем не забывать о том, что все эффективные сельские хозяйства мира вовлекают не более 3-5% населения в соответствующие страны. Подождите, не получается ли так, что мы сегодня очень бурно поговорили, друг друга наобвиняли, неизвестно в чем. А на самом деле нет никаких двух Россий. Это что, миф, что ли? Во многом миф. Вот так вот, так хорошо. Безумный какой-то сегодня разговор. Ну а что мы тогда Москву так не любим, не очень понятно? Значит, мы не Москву не любим, мы понимаем, что жизнь кардинально меняется, и молодежь уходит куда-то вот в крупные города, где это самая новая жизнь. И задача заключается в том, чтобы в маленьких местах, в деревнях, в маленьких городах вот такую же современную жизнь развивать. Жизнь была такой же, да. Я прошу прощения, Валерия, очень коротко и дам слово. Хочу сказать, что каждый человек ищет такую, хочет такую жизнь, где ему будет комфортно. И поэтому кто-то едет в Москву, кто-то остается в деревне, кто-то остается в области. Но пока за комфортом получается больше едут. Жизнь человека, то есть только от него самого. Геннадий Иванович, пожалуйста, буквально на 10 секунд, если можно, говорите. Я вам хочу сказать, что Лукашенко, о котором зашла речь, совершает сейчас межгосударственные преступления, приступив к мутациям коз. Он добавляет в проклятые члены Белоруссии... Геннадий Иванович, не тратите последние 5 секунд до Лукашенко, пожалуйста. И огромные фермы есть под Минском, и они открыли две фермы с нашей Академией наук, под Пензой, под Шаховской, под Москвой. И оттуда уже расходятся козы, вот эти мутанты, которые имеют... Я поняла, Геннадий Иванович, можно пока вы говорите, я попрощаюсь. И не выжечь с Напалмом. Эти сволочи, такие вот, как Тюрин и прочие ученые, уничтожат нам прекрасное животное, коз. И Лукашенко останется в памяти народов, как человек, уничтоживший коз. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин